К нему не зарастет народная тропа, сказал когда-то классик. Но глядя на снежную гладь ведущих камню уваровским комсомольцам, понимая, что этот кусочек истории не только города, области, но и всей страны в целом, уже относительно долгое время находится в забвении. С предложением подарить памятному знаку комсомольцам-уваровцам новую жизнь, вернуть былое величие и народную любовь, выступила инициативная группа горожан, отмечая значимость заслуг комсомольцев в истории всей страны. Война. Кто воевал? Страшная война. До сих пор историк не знает, сколько погибло. Кто погиб? В основном молодые, цветущие, работоспособные, активные люди. Кто восстанавливал? Страна мощная, серьезная, чьим руками она воссозна? Руками опять активной части молодежи. Миллионы ребят обеспечены нам сегодняшнее положение. Это они легли в землю и во время войны, и во время труда. Памятный камень комсомольцам-уваровцам был установлен в городе в 1988 году. С целью сохранения исторической памяти и учитывая обособленность и отдаленность его месторасположения, инициативная группа выступила с обращением о его переносе. Сыграла роль и необустроенность территории. Предложение администрации города придать новый облик этому памятному месту. В рамках реализации различных проектов по благоустройству не получило достаточного отклика у горожан. Пробили населению предлагать благоустройство этой территории. Население не поддержалось. Поэтому этот памятник как бы заброшен там стоит, и вот есть предложение перенести. Я свою задачку была увижу. Если переносить, то нужно переносить благоустроенность. На обсуждение общественности было вынесено три варианта благоустроенных городских территорий для возможной установки камня. В их числе парк Победы, аллея волонтеров в первом микрорайоне и сквер Три Медведя в третьем микрорайоне. Если вопрос переноса памятного знака был поддержан общественностью единогласно, то по поводу определения места разгорелась жаркая дискуссия. Большая часть, в том числе и члены инициативной группы выступили за идеей установить камень на территории, прилегающей к парку Победы – памятного и священного места для уваровцев. «При проходе, когда мы делаем 9 мая и другие, так сказать, события вот такого исторического плана, да, она как бы обязательно человек обратит на это внимание. И проходимость есть, и поклонение будет бесспорно, и память это будет». Но, как выяснилось в ходе обсуждения, вписать его в военно-мемориальный комплекс будет весьма непросто, так как может быть нарушена его изначальная концепция. Ведь даже масштабная реконструкция Парка Победы в 2005 году велась в четком соответствии с ранее разработанным проектом. «Этот проект является авторским. То есть, вся эта задумка, которая лежит в основе всего этого комплекса, она запретлена авторским. То есть, есть два человека, создавших комплекс. Он выглядит именно таким образом, каким он является сегодня. То есть, это идет, значит, стрелы, вечный огонь, памятник солдату, бюсты героев, фонтан и завершается постаментным станком». По словам заместителя главы администрации города Валентина Кобзарь, не только не нарушить, а только привнести нечто большее поможет установка камня в аллее волонтеров. Ведь именно добровольцы, представители молодого поколения, сегодня являются своего рода продолжателями всех тех идей и инициатив, некогда заложенных комсомольцами. «Дети – наше будущее. Вот к чему это? То, что этот памятник, символизирующий и относящийся к комсомольцам, он должен работать, он должен действовать на будущее. Работал в таком плане, чтобы именно у детей возникали вопросы, кто-то дети комсомольцы». Не осталось без внимания членов Совета и территории сквера «Трех медведей», которая сегодня претерпевает серьезные изменения в плане благоустройства, и куда также может хорошо вписаться памятный камень. Глава города Владислав Денисов подчеркнул, что при принятии решения о месте переноса камня должно быть учтено мнение большинства. А итоги голосования показали, что большинство членов Общественного совета поддержали идею переноса камня героям-комсомольцам на прилегающую территорию Парка Победы. Подводя итоги обсуждения, было рекомендовано городской комиссии по монументальному искусству рассмотреть вопрос по переносу камня и с учета мнения общественности определить место его установки. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, НашГород.